у мартена как всегда что готовила розочки розочки из песочного теста рецепт наших мамочек сейчас отправлю духовочку кухня будет пахнуть ванилью и корицей здесь и корица часть и ваниль сильно не засушивать тесто очень нежная в такую жару и выпекаю и запекаю я думаю понятно что это на угощение правда это вообще будет выноситься из дома вот розочки они воздушные легкие рассыпчатые творожное тесто очень костное без розочки вот такие розочки и выпекала моя мамочка это рецепт моей мамы сто процентов раньше был детский сырочек а сейчас творог у меня творог желточек на блендер погружной чтобы не было крупиночек но и сегодня очень актуальный вот этот пирог он фруктовый украшен у меня сверху грушкой и шоколад здесь только корзинка мои хорошие вот это только корзинка это только бачок а внутри килограмм яблок слава победителю внутри карамелизированные яблоки килограмм то есть конкретно фруктовая корзинка вот пожалуйста но это угощение вкусно правда вкусно вкусно готовьте я ссылку оставляю как всегда в комментариях у меня как всегда небольшая ремарочка если я готовлю выпечку для угощения тогда у меня мука первого сорта здесь мука первого сорта белая мука не цельная зерновая нет мои хорошие вы только посмотрите кто ко мне приехал ко мне приехала людочка степанкевич вот пожалуйста людочка у меня в гостях сегодня людочка минус сколько минус 20 вот такие красонечки перед вами спасибо девочки мои хорошие всем физку привет у меня людочка доброе утро доброе утро у нас утром киви мы пьем кофе кофе со сливками и сейчас немножко пообщаемся сели на диванчике смотрим на себя зеркало и говорим что там отечные какие-то да запущие да запущие люди отечность люди напомнила таня мы вчера выпили по две бутылки воды по полтора литра на жара пили пожажни люди пожажни просто пить хотелось а водичка с газом еще и сода там это же знаете как вызывает жажду сода 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 но каждая бутылка с водой газ вода до сона этаж не та минеральная вода которая должна быть поэтому отечность немножко есть много воды перепили но пилась пожажде пожажде и мы знаете вот люди иногда говорят я выпила две бутылки воды сода в бутылках поэтому и пьется если бы была воды сяскры нити кварта такая выпылы и вот на пылы сатой водою вода содую вот поэтому много пьется воды но мы так себе самокритично очень правда людочка вот иные вот иные такие немножко да девчата ну ничего все равно мы красавица сейчас пообщаемся у меня как всегда небольшая ремарочка у меня часто так я смотрю в камеру да смотрим на себя в зеркало какое зеркало девчата вы же камеру смотрите ну я сразу пою успокаиваю себя песню антонова гляжусь тебя как в зеркала до головокружения и вижу в нем любовь мою и думаю о ней давай не видеть мелкого зеркальном отражение и любовь бывает долгою а жизнь еще длиннее пара раду дам пара раду дам пара раду дам пара раду дам улыбочку а людочка нам сейчас расскажет она стесненько расскажет немножко себе расскажи так ну хочу начать почему я на русском чтобы услышали многие люди которые не украины и мы с тобой спелкуемся украинскую мовую и кирки украинскую конечно услышали другие да все поняли хочу рассказать немного о себе мне 62 года метр шестьдесят сто килограмм было прошла все диеты операции было 7 вообще наркоза много трудностей было и вот та не смотрела почти год а потом как она говорит блюдо а чё ты сидишь подожди людочка ты ж нам расскажи что тебе гормоны что были же ночи да я девять лет на гормонах о гинекологии была вот и причина полноты полнота была ненормальная хотя не ела но вот я завела 24 октября тетрадь и начала записывать все что танец с 24 октября питание и движения ходила скандинавскими палками и вот декабре я падаю разрыв мышки позабедренного скользко было до на льду с палками полетела и даже в таком можно сказать лежачем положении я все равно что могла делала питание но каждый месяц меня уходило два килограмма не тратя на это усилий каких-то и что хочу сказать я сдала первое что сделала гормоны сдавать на это у меня было 9 холестерин 9 вернее ттг было 4 и сахар 6 7 но лучше где-то 7 я сдала анализы и записывала тела и утирокс 25 купол таблетки и вот к этому этапу я похудела на 20 килограмм на сегодняшний день конечно движение я это за полгода люди да за девять месяцев движение я ж уже в селе вы видели мою фазенду да люди на городе ж кожен день курочки в ней курочки город городе работы богата в селе богата работы но неважно но я начал сейчас хожу три-четыре километра в темпе а то не могла ходить у меня стеноз спинномозгового канала мне говорили операцию вены так у тебя же операция операция на позвоночника была у меня титановой дуга стоит ой травма головы у меня много чего на сегодняшний день я чувствую себя лучше чем 20 лет назад движение я то плаваю на ставочку своему а мы показывали твои плавания так 20 километров были классные у тебя тоже матаешься три километра в темпе каждое утро бывает то есть чередую но сейчас свет стал а знаю чего встал потому что я потею мало и вода задержка воды во первых во вторых и объеме уменьшаюсь а вес стоит может мышечная масса не знаю может быть кости тяжелее стали кальций отлаживаться костяк ты же ешь много творог творог покупаешь молочком соли ну утром как а как таня или и порог домашний сметана и путики малышей яйца домашний до . домашние сек положено я сейчас ем два раза люда не хочешь если правда честно правда вчера мы с тобой раз поеду один раз ели люди вчера я не хотела то не упихнула йогурт я уже еле его съела вечером кстати я 1 день ела я чувствую себя прекрасно я хочу сказать попробуйте стать на эту дорогу я сейчас не занимаюсь рекламой что-то еще я хочу просто поделиться своим опытом чтобы поняли что это классно что это работает что я чувствую себя прекрасно я начала улыбаться перестала стесняться своего тела веса просто попробуйте это действительно хорошо это прекрасно и благодарна создатели нашему творцу богу что он познакомила лично с нами я его просила помоги мне найти эту дорогу как мне похудеть потому что статины назначили пью ноги болят то еще назначили то и гипертоники то еще что-то делаете то есть то есть то на диете на кашах этих а каши твоя любимая каша было да ты жила на овсянке раньше да я сейчас первый раз за 9 месяцев сварила овсянку поела захотелось а уже не хочешь просто утро а вот руби прекрасно я наслаждаюсь домашней пищи и наслаждаюсь я нормально себя чувствую и классно всем желаю того же и хочу чтобы услышали действительно это прекрасно это работа мой спасибо людочка тебе большое спасибо большое мои хорошие я оставлю ссылочку на видео людочки на фазенда увидите как она заплывы там выполняет свои наш плавчиха да люда занималась плаванием прошлом ухты так что ссылку оставляю как всегда в комментариях смотрите людочку на своей фазенде и меня тоже там посмотрите мои хорошие людочка провела людочка уехала но теперь мы с вами будем общаться поздоровать с вами еще один раз здорово некий булы всем доброго дня всем доброго времени суток самому-самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться мы только с вами о похудении о стройности о мотивации о здоровье пообщались с людочкой да все увидели мне с людой очень хорошо очень хорошо мы духовно близкие люди споридные недущие украинскую мову споридные идущие очень легко нам вдвоем очень интересно мы общались на разные темы с людочкой мы получили заряд бодрости друг от друга нам было очень хорошо люда киевлянка люда живет недалеко от меня массив радужный такой красивый массив с озером у люди сразу озеро возле дома но люда получает удовольствие от своей позиции и она находится на своей позиции все ухожено все красиво все по-хозяйски у человека я вам оставлю ссылку в комментариях я приезжала к люди и немножко посмотрите людочки на грядке огород людо плавчиха плавает нам было очень очень хорошо у людочки дома очень хорошо я скоро поеду к люди люди картоплю копать будем но я же я обожаю копать картошку из обожаю стоять на лопате скоро увидим мои хорошие люди рассказала себе до минус 20 килограммов человека букет разных недомоганий тоже принципе да есть но человек не сдается человек не сдается каждый день велосипед то нашелак 7 километров в одну сторону и назад 7 километров это сколько 14 то люда плавает погода сейчас позволяет занимался спортом в институте люда заканчила хороший вуз киева такой настоящий серьезный который на уровне большом люда двигается ходит люда выполняет упражнение это не я тоже так с ножки на ножки уже вот делаю какие-то и точно но молодец но такие результат есть у людочки питание как у меня да она поменяла свое питание на рассказывать бутики малыши вот я приезжаю к ней у люди маслины есть дети привезли нордик отруби финские у нее маслины есть у не тунец есть у нее домашние яйца есть то есть омлеты она делает у нее правильное такое хорошее питание то есть адекватное потому что питание есть правильное у каждого тут она кету питание считает у меня самое самое правильное питание тут еще на какой-то диетке на моно диетке кто-то на голоде у меня очень правильный образ жизни то есть у каждого человека свое правильное питание у нас адекватное даже не сбалансированное а адекватное питание сбалансированное, это ближе так к диетке, да, баланс, у нас адекватное питание, так, ну, то есть, человек рассказывает о себе, да, человек лучше стал себя чувствовать, Таня, мне здоровее, мне хорошо, у меня есть энергия, работоспособность, ну, то есть, вы сами это все слышали, мои хорошие, я не буду повторяться, да, молодец, Люда, умница просто, нам вдвоем очень хорошо, классно, чуть не забыла рассказать, ну, вам, Люда и я так напомнили немножко, да, мы утречком встали, мы смотрим друг на друга, да, и она, Люда, она на меня, Люда, я тоже отечная какая-то, вот отечная, я чувствую, а что-то мы такие отечные, я закажу на кухоньку, да, а у меня одна бутылка, вторая бутылка такая, третья, пустые бутылки, мы вчера опились водички с газом, вот пить нам так хотелось, почему, я расскажу, если бы эта вода, мы пили чистую воду, мы бы никогда не выпили такое количество воды, чистая вода, в плане без газа, без газа, почему опиваешься вот этой водой, потому что она конкретно содой, жажда, сода, 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 чашка, вторая, третья, четвертая, полстакана, полчашки, сода, здесь пишется на бутылке сильно газованная, сильно газированная, минеральная, природная, ликувально-столова, это обычная вода с газом, хайнебрешут, это сколько будет вода с минералами стоить, донат магния стоит литр, вода с минералами, пять долларов, а это стоит 30 центов, какая же она минеральная, а? обычная вода с крана, только есть такой ингредиент, как сода, поэтому вы не можете напиться, обращайте на это внимание, люди бывают хвалятся, ой, так классно, я выпила сегодня полторачку воды, а потом еще захотела, еще вторую полторачку купила, это сода, виновник торжества, сода, постоянная жажда, вы не можете тормознуть себя, сода вызывает жажду, вы поняли о чем я, поэтому внимательней, я покупаю постоянно эту воду, но я не пью стаканами, я вот так разбавляю, у меня чистая вода, то есть без газа, допустим, да, талая вода, и немного вот этой, 100 граммов у налиток, да, для бульбашек этих, да, все, люди, нельзя, это же сода, если у вас будет жирельная вода, вы пьете, скрыните воду, да, вы пьете воду с источника, вы выпиваете какую-то, какую-то посудину, какую-то чашку или стакан, выпиваете, вы, вы напились водой, она вас насытила, эта вода, то есть вы не хотите, не то, что есть, вы не хотите пить, у вас нету жажды, за счет чего, а ну подумайте, за счет чего, вы напились водичкой, вы не хотите пить, вы не хотите час, два, вы попили воды, вы выпили, допустим, 300 грамм воды, а? А здесь полтора литра, и вы не напиваетесь. Почему? Потому что это дед вода. Вот это мертвая вода. Здесь нету минералов никаких. Нету. Нервов не хватает. Вот делают нервы просто. Это мертвая вода. Вы пиваете хорошей воды, вот донат магния, да, водичка, я пью, да? Да вы что, люди, я выпиваю стакан воды, я полдня пить не хочу. Это ж сколько минералов я получаю, и кальций, и магний, и калий. Три в одном минералы, а это дед вода, сода. Сода, это индустрия, это бизнес. И вот люди на вот этой водичке делают сексильоны долларов, да? Мы добрались, я вот окажу, знаете, я к дурни домыла. О, це точно, о, о, точно. Я кольцо не могла утром одеть, это ж надо такое, а? Отечность. Пейте, пейте воду по 3-4 литра. Это ж интоксикация. Мало того, что нагрузка на почки, так еще же на мозги нагрузка. Мозги в этой черепной коробке разойтись не могут, нету места. Поэтому у человека головные боли могут начаться. Это очень вредно пить большое количество воды. А пилися. Ходим, писаем, писаем, писаем. Ну хорошо, если у вас хорошее питание, вы получаете минералы, нутриенты правильные. А если человек живет на макаронах, на булках, он вымывает все из себя. Поэтому вода, это нехорошо. Вы дружите с туалетом, вымывается все. Кто-то говорит, да ты что, я вообще натрий не употребляю. Я ж на бессолевой диетке. Мало того, что минералов не хватает, того же натрия не хватает. И дружба с туалетом. За счет чего? За счет соды. Хорошей водой вы напиваетесь. Мертвой? Бет-вота. Никогда. Вчера пилися. Як дурни до мыла напалы. Это такая минеральная вода, как я, Софи Лорен. Только у меня Софи Лорен больше сходства. Софи Лорен в очках. Я в очках. Дет-вота. Пришла очередь к нашей рубрике. Наши комментарии. Я сейчас буду читать комментарии на украинском языке. Я прошу всех обратить внимание, какой красивый комментарий. Вы сейчас почуете литературно-украинскую мову. Дуже хорошо человек написал литературную мову. Давайте послушаем. Я частично буду переводить на русский, чтобы всем было понятно. Доброго вечера, шановна Танюша. Завдяки вам у меня изменилась моя харчова поведенка на 180 градусов. Значить, изменилась пищевое поведение на 180 градусов. Я полюбила йогурт ямотинский 10%. Домашний творог, твердый сир, свежее сало с огерочком. Я немножко вам подскажу. Дуже смачно, якщо змастите огерочок грузинською аджикою, а тоді покласти шматочок сала. Очень куста, когда немножко смазать огурчик грузинской аджичкой. Сверху ломтик сала. Салаты наша клетковина, высинки, салаты, это наша клетчатка, отруби, чёрный шоколад, ну, конечно, какао-бобы, дар богов, точно. Чёрный шоколад, кава, желе с ряженки, ещё багато чего. Большое вам спасибо за желе с ряженки. Я забыла, у меня в поливисте есть видео. Десерт-искушение, люди. Надо напоминать друг другу. Я сейчас сделаю. У меня есть пакет ряженки в холодильнике. И желатин у меня всегда есть. В Греции всё есть. Сейчас сделаем. Для меня это 6 секунд. Спасибо вам большое. Я пометаю про кирки с продуктив. Я всегда помню о количестве продуктов своей еды. Про правильную тарилочку. Всё в миру. Всё в миру должно быть. Я відмовилась від каш, круп. И от его. Я забыла ещё-таки пачия, запоры, нудота. Я отказалась от зерновых. Каш и круп. И удивление. Удивление. Я забыла, что такое запоры, пачия, что такое рефлюкс и жога, нудота, тошнота. Ну, правильно. От этих зерновых с гербицидами. Тошнота уже у человека. Это 100%. И я помните, часто вот говорю, напоминаю. Вот уйдите от мучных, от зерновых, от каш, вы забудете, что такое и жога. Что такое рефлюк. Забудете. Вот людина написала. Я забыла про пачию и жогу. Не тошнит человека. Менше принимает гербицидов. Да? Контролирую вагу и товарищусь с вагами. Я контролирую свой вес и товарищую. Я дружу с висами. Больше лет назад я всего этого не знала. Не чула. И нутрициологи сертифицированы. Цему не учили. Так они учатся у нас. Теперь я стала совсем инсу. Дякую вам. И вам мы вдячны за гарный коментар. Дуже гарною мовою написала вы. Правильно, и украинською мовою. Приятно, дружи. Дякую. Мені дуже багато людей пишут. Таня, вы почаще говорите на украинском. Даже пойте. Иногда люди не поются. Сейчас так не поются. Так хочется. Не поется сейчас. Ну, многие пишут. Таня, разговарив на украинском. Вот вставляйте небольшие фразы на украинском. Так классно получается. Да. Классно. Точно. Согласна. Так. Ну, хорошо. Считаем дальше комментарии. Сейчас многие рассказывают, да? Мясо с гормонами. Нужно поменьше мяса, да? Яйца. Куры. Прохимиченные. Ой, яйца. Да вы что? Столько химии сейчас едят эти куры. Какие эти яйца? А за зерновые все молчат. Кашки любите? Гречка. Другая каша, да? А зерновые все тоже прохимиченные. Пестициды. Гербициды. На человека тошнота уже напала. Только отошла, тошнота ушла. О, у нас, как всегда, в рифме. Следующий комментарий читаем. Так, наверное, А. Аллочка, наверное, А. Вуколка. Дорогая Танечка, низкий поклон за вашу работу. Я уже два лета в огороде летаю, как бабочка, в свои 64 года. В 45 я уставала. Без спорта. И только на питании, по вашей рекомендации, минус 15 килограмм. Как бабочка, летаю по огороду. Наче наша людочка, как метелик. Как метелик пархает по огороду. То вона в помидорчиках, то вона в помидорах, то вона в огерочках, то вона на ставочку. То вона на велик сила поїхала кшилак робить. То вона на велик сила молочко поїхала купити. То вона просто ходить швидко. Молодцы, девчата. Молодцы, девочки. Умница. Так, держим. Так, следующий комментарий читаем. Какие у нас замечательные комментарии. Наверное, Жанна, Ж буква. Здравствуйте, Татьяна, с вами с 1 июня. Сегодня у меня юбилейный вес. Минус 10 килограмм. Ух ты. Раньше никак не получалось взять себя в руки. Постоянно срывалася. Вес стоял. Не могла похудеть даже на полкило. Мне 56 лет. У меня удалена щитовидная железа, инсулинорезистентность и преддиабет. А теперь я всегда сыта. Не хочу ни сладкого, ни мучного. Хотя пеку для близких. Меня это не соблазняет. От всего сердца благодарю вас за мотивацию. Здоровья вам и мира. Какой замечательный комментарий, да? Так, уходим с вами. От инсулинорезистентности углеводы пересматриваем. Мы их не едим, да? Так, едим, но полезные углеводы. Щитовидка. Контролируйте гормон. Это где? Обязательно. И минус 10 килограмм. Люди. Кто-то скажет, да, так мало 10 килограмм. Мне нужно 25 или 30 килограмм. 10 это вообще чепуха. Чепуха. Смотрите сюда. Как говорят у нас в Одессе. Это ж только 5 килограмм, люди. Я еле подняла, а. Вот двумя руками держу. Как тяжело. Бутыль. Водичка. 5 килограмм. Представьте два таких бутля. Это 10 килограмм будет. Поднять, а. Руками. Одна и вторая. Боже, у меня уже затылок заболел, а. Это ж носить на себе. 10 килограмм жира. Или возьмите 10 килограмм сала. И положите на стол, на кухонный стол. 10 килограмм сала. Это мало? Вот. Два бутля воды. Поднять невозможно. Это как оздоровился человек на 10 килограмм жира. Сосуды очистились, а. Насколько человеку стало легче. Вы только посмотрите. Бутыль водички. А всего лишь 5 килограмм. Человек похудел на 10. Мы вас поздравляем. Это круто. 10 килограмм. Какая-то тяжесть. Факты. Вот факты. Поднимите бутыль воды. 5 килограмм. Мой личный совет по мотивации. Вот как себя смотивировать? Таня, помоги. Где найти мотивацию? Расскажу где. В магазине. Зашли в магазин. Подошли к отделу вода. Взяли бутыль один. Даже один. Не надо два. И поносите этот бутыль 5 минут. Не нужно его покупать. Вы потом поставите назад. Только не ставьте на пол. Вы будете ручку менять. С правой. На левую будете давать этот бутыль. Да? Вы устанете. У вас они имеют пальчики. Да? У вас плечико потянется. У вас шейка заболит. У кого-то спазм пойдет по голове от тяжести. У кого-то в подзвоночнике где-то там прострел пойдет. Да? У кого-то крыжи схватывать, как у нас говорят. Да? Ой! Крыжи схватываю. Да? У кого-то коленки. Артроз сразу почувствуется. Стопы заболят. Возьмите два бутыля в руки. Это 10 килограмм. Поносите пять минут, не ставя на пол. Это не мотивация, а? Тяжело вам будет? Еще как тяжело. Еще какая мотивация? Это ж какая нагрузка на все суставы. На коленки. На стопы. На все-все органы. Оно все опускается. Да? У кого-то проблема с мощеполовой системой. Кто-то говорит, я бегаю в туалет часто. Мне тяжелое нельзя. А что ж вы вес носите тяжелый? Худеть тогда надо. Правда? Мотивация? О, мотивация еще какая. Ну хорошо. Следующий комментарий читаем. Татьяна, хочу вам выразить благодарность за ваши знания. За то, что доступно все рассказывать. Я с вами два года. Только от вас узнала про гипотиреоз. Не от семейного врача, а только от нас. Человек услышал о таком заболевании, как гипотиреоз. Начала искать толкового эндокринолога. Вот как умно. Я начала искать толкового эндокринолога. Не просто в поликлинику, злачное место, сижу, как и все. Нет. Нужно искать толкового специалиста. Нашли хорошего врача, не тревожьте по пустякам. Это вам не сантехник. Так. И после моих жалоб мне назначили соответствующие анализы. И гипотиреоз подтвердился. Только после жалоб диагноз подтвердился. Хотя врач, выслушав меня, и так поняла, что он у меня есть. Но нужно было знать и ТТГ, и антитела. Этот врач говорит, что ТТГ должен быть от единички до 2,5. То же, что и вы нам постоянно говорите. Я еще знаю такую информацию. Если у возрастного человека анализ ТТГ 2,5, я не знаю, насколько будет это правда, то в течение 10 лет есть возможность, что ТТГ не изменится. Если вам, допустим, 60 лет, и у вас 2,5, то, возможно, в течение 10 лет ТТГ не изменится. Я не буду утверждать это, но я знаю такую информацию. А вообще хорошая норма 1,5. В Америке норма максимально 1,5, а у нас 4. Представляете, какая разница? Дорогие подписчики, если врач говорит, что ТТГ тройка, и это норма, бегите от такого врача. При тройке уже появляется слабость, вялость и все такое. Сбивается менструальный цикл, голова кружится, мигрень, давление. Сейчас у меня ТТГ 3,97. И мне ввели Эутерокс, ну назначили. Пока что 12,5. Через месяц я пересдам анализы и к врачу, чтобы понять, как мне быть и как со мной дальше работать. О чудо! Даже сейчас, принимая 12,5, мне по самочувствию стало лучше. Появилась активность, жить хочется. 22 пальчика поднято вверх. Мои хорошие, значит, с вашего разрешения немножко дополню. Так как я ж не теоретик, я практик, я практик. Значит, на 2,6, 2,8 у меня страшно болят ноги, а именно стопы. Страшно. На 3,2 может подняться давление. На 3,2. На четверке я буду спать. В прошлом году, принимая летнюю дозу гормона Эутерокса, я вовремя не перешла на зимнюю дозу. А вовремя это конец августа. Начало сентября. Я могу увалиться дома на диванчик на 20 минут. Я не могу понять, что ты меня так сморила. Я говорю своей знакомой, Марина, я не могу понять, что ты меня сваливает. Я же работоспособна такая, огонь, понимаете. Поберегись. А тут я спать хочу хотя бы 20 минут перекимарить мне, да. И я вспоминаю, ты же не пошла, не пересдала, Таня, гормон. Наверное, добавить нужно ТТГ. Я побежала в диагностический центр, сегодня сдаю и сегодня забираю результат. А у меня не двойка, вообще у меня 1,6 держится. 1,6 мой, 1,5. Но никак не 4,02. А у меня анализ по ТТГ 2 сентября 4,02 на сотке. Я добавляю гормоны, я чередую, не каждый день, не каждый день. Меньшая доза у меня 4 дня, больше 3 дня. Чередую. И тогда у меня гормон 1,5, 1,6 скорее даже зимой. Я работоспособна. Почему добавляется гормон на зиму? Потому что день короче, мы не тянем. И прохладнее, холоднее. У людей, у которых гипотиреоз, температура занижена. Моя родная температура 35,3. Когда я просто так мерила температуру во время модной болезни. В квартире тепло, я в кофте какой-то, допустим, да. Мерю температуру, у меня 36,6. Меня вот так в холодный пот кидало. Думаю, почелось, а? 36,6. У меня же 35,3. Понимаете? Я просто нагретая такая, рожаренная сидела. Да, 36,6. У меня занижена температура 35,3. Поэтому мы не тянем на гормонии низком. Зимняя доза сентября месяца. Конец августа даже. Вот такой комментарий. Потом, что хочу еще вам подсказать. По поводу, когда вам перезадовать гормон. Гормон аутерокс работает. Начинает входить в работу очень быстро. На 4-5 день у вас меняется самочувствие. В отличие от аутероксина. Там совсем другая матрица в этом препарате, в этой таблетке. Аутероксин работает по накопительной. Анализ сдается только через 2 месяца. После принятия аутерокса у вас уже гормоны будут в норме через 15 дней. Через 2 недели. 100%. Вы можете через 20 дней идти пересдавать гормон. Больше не ждать. Но это же проверено. 18 лет практик. Люди, 18 лет. Сдавала гормоны чуть ли не каждый месяц. Первые 5 лет. Ни одно-то второе у меня болело. Гормональный фонд же неправильный был. Никто же не подсказал мне абсолютно. Ни один медик-тере-эндокринолог. Только нарушали мне гормоны. Только нарушали. Мне нужно добавить 25, а оно снимает. А оно снимает. Был гормон у меня пятерка. Стал 8 по вине медика-белохалатника. Я никакая. А? И не наказывают их. Хотя бы штраф какой-то платили. Хотя бы там 50 тысяч гривен. Я не о долларах. Хотя бы наказали одного, второго. Тогда бы, может быть, думали. Они же не наказаны и остаются. Ну все. Вот такие у нас замечательные комментарии. 22 пальчика поднято вверх. Классно. Мои хорошие. Гормоны эутирокс и эльтероксин. Они идентичны натуральным гормонам. Это единственные гормоны, которые улучшают обмен веществ. И с помощью этих гормонов, если у вас гипотиреоз, вы будете только стройнеть. Вам будет легче худеть. Легче намного. Это не гинекологические гормоны. Это совсем другое. Так что, если вам нужно принимать гормон эутирокс или эльтероксин, не бойтесь. Вы станете лучше себя чувствовать. Вы станете работоспособней. Ну, короче, вам жить захочется. Мои хорошие, мы с вами пообщались. Королевства мало, разгуляться нельзя. Как всегда, благодарна всем вам за общение, за просмотры моих видео. И, конечно, благодарна всем вам за хорошие комментарии и за лайки. Большое всем спасибо. Всем желаю, как всегда, Божьей помощи и Божьего чуда. Всем до встречи. Дальше будет. Продолжение следует...